добрый день в этом видео я расскажу как собирается зеркальный кубик 2 на 2 или мир blocks 2 на 2 зеркальные блоки назван так из-за зеркальных наклеек есть у него старший брат 3 на 3 изначально выпускались они только с серебряными и золотыми вот такими одноцветными наклейками современные модели можно встретить из цветного пластика без наклеек либо вот с такими вот перламутровыми стикерами и даже с магнитами зеркальный кубик 3 на 3 это модификация классического кубика рубика собирается он по тем же алгоритмам зеркальный кубик 2 на 2 будет собираться точно так же как и кубик рубика 2 на 2 но ориентироваться мы будем не на цвета а на форму элементов если вы умеете собирать кубик 2 на 2 то попробуйте и зеркальный собрать самостоятельно в случае затруднений вернитесь к этому видео если зеркальный кубик 2 на 2 для вас является одной из первых головоломок то в этом видео я покажу все основные алгоритмы их будет целых 2 при перемешивании кубик меняет свою форму это часто пугает неопытных сборщиков но собирается все здесь не сложно важно сначала посмотреть как головоломка выглядит в собранном состоянии мы видим два слоя которым вращаются один высокий второй невысокий я предпочитаю сборку начинать с более крупных элементов так мне кажется проще но можно начинать из других классическом кубике 2 на 2 на первом этапе нужно собрать первую сторону ну к примеру белую это делается интуитивно либо при помощи алгоритма под названием пиф-паф вот посмотрим три белых элемента стоят рядом и кажется что можно сюда поставить 4 но если следовать методу для начинающих здесь должны быть цвета одинаковые а значит пока сборка у нас не так уж и хорошо идет рядом с бело синим уголком нужно поставить другой бело-синий для начала его нужно найти ищем его сверху сверху такого нет ищем в других местах он нашелся вот здесь где бы он не нашелся его надо поднять на верхнюю грань вот с этого мы начинаем сборку его держим снизу слева спереди а следующий просто поднимаем наверх вот он отсюда его можно поставить рядом и теперь вот эти два элемента стоят хорошо рядом с этим должен быть бело-красный сейчас он удобно стоит давайте посмотрим где он еще может быть может быть здесь тогда если у нас собрано пока только два можем его просто вот так вот опустить может он быть здесь но в таком виде белым цветом вверх если мы его опустим вот так то цвета не будут совпадать в этом положении можем отвести его вот сюда и отсюда вот таким движением поставить на место и цвета будут совпадать также может располагаться здесь но вот так с белым цветом направо. И тогда нам пригодится тот самый пиф-паф, о котором я говорил. То есть если нужный цвет, который должен быть снизу, обращен вправо, мы делаем следующее движение. Поднимаем правую грань, поворачиваем верхнюю грань по часовой, опускаем правую грань и верхнюю грань возвращаем. И вот элемент становится на место. Ну и последний уголок мы пиф-пафами будем ставить. Потому что можно, конечно, поставить вот так, но тогда вот этот элемент разрушится. А этого нам не нужно. Располагаем над своим местом и делаем пиф-пафы до тех пор, пока угол не встанет туда, куда нужно. Напомню, что кубик 2х2 состоит из 8 внешних элементов и все эти элементы углы. У них по 3 грани. Если белая наклейка обращена вверх, нужно сделать 3 пиф-пафа. 1 пиф-паф. 2 пиф-паф. 3 пиф-паф. И тогда грань собирается. Если белым цветом обращен на нас, то можно сделать 5 пиф-пафов, либо 1 обратный. То есть мы сначала поворачиваем верхнюю грань, потом поднимаем правую, возвращаем верхнюю и опускаем правую. Ну и классический случай, когда белый цвет обращен вправо. Делаем 1 пиф-паф. Так мы собираем первый слой на кубике Рубика. Еще раз посмотрим на собранный зеркальный кубик 2х2. Я, как уже говорил, предлагаю начинать с более высоких элементов. Будем считать, что вот эта грань белая. И вот эти все крупные элементы это углы с белым цветом. А значит, именно с них и начнем сборку. Можно даже выбрать самый крупный. Вот этот, почти квадратный с этой стороны, но продолговатый параллепипед. Его всегда легко найти в перемешанном состоянии. И к нему нужно будет с одной стороны поставить вот такой, с другой вот такой, и чуть поменьше, но той же высоты. Вниз в собранном виде уголомка стала больше. И вот мы легко находим вот этот крупный угол. Вот его высота. Значит, вот эта сторона, с которой мы начнем сборку. Ей нужно опустить вниз. То есть, вот у нас высокий элемент первый угол. Дальше ищем наверху такие же высокие элементы. вот какой-то один нашли. Если так поставим, не подходит. По высоте не то. Понятно, что сторона, которая должна быть внизу, вот здесь. Помним, что можно отвести назад и отсюда двойным движением поставить вот сюда. Но по форме не подошло. Если на кубике рубика мы можем спокойно по цветам определять, здесь вот форма. по высоте как раз, а вот здесь не очень. То есть, не подойдет. Надо искать другой. Поищем. Вот какой-то еще длинный. Примерим его сюда, но коротковат. Вернем. Вот еще высокий. Опускаем. не той стороной. Он все-таки нижней стороной направлен сейчас вверх. Отведем назад и попробуем отсюда. Подставляем и видим, что по высоте как раз, но опять по форме не очень. Ищем следующего. Вот большой элемент. Сразу его поставим назад и сюда поближе. видим, что это был тот же, с которым мы начинали. Точно так же стоит. Значит, нужно поискать третий высокий элемент, который наверняка спрятался где-то сзади. Вот он. Вращая верхнюю правую грань, мы его не задевали. Здесь он редко прячется, но такое бывает. Поднимаем с этого места на верхнюю грань. Вот он получился здесь. Подводим поближе и видим, что нижней стороной он смотрит вправо. Да, значит, можно сделать пиф-паф. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем. И теперь по форме эти два элемента совпали. А значит, хорошо. Иногда с первого раза нужный элемент встает на место. Сейчас нам попался самый тяжелый случай. Идем дальше. Два угла есть, нужно собрать еще два. Вот какой-то длинный. Прикладываем. Хорошо подошел сразу по форме. Так часто бывает. Четвертый угол в любом случае нужно делать пиф-пафами. Либо прямым, либо обратным, либо тремя. Ищем самый длинный из предложенных. Получается вот этот. Маленькой стороной смотрит вправо. Значит, делаем один пиф-паф. И видим, что не тот элемент. А как так вышло? По высоте вроде совпадает. И до этого все было хорошо. Но если присмотримся, здесь вот есть небольшой зазор. А значит, этот элемент не отсюда. Даже если отсюда посмотреть, видно, что форма не та. просто когда я его оглядывал, он был чуть-чуть недовернут, и мне показалось, что стоит хорошо. А значит, нужно их поменять местами. Как мы это сделаем? Вот этот элемент неправильный. А правильный какой? Правильный вот этот. Значит, его отведем назад и отсюда двойным движением поставим на место. И вот теперь уже гораздо лучше. Посмотрим. Все подходит. Остается поставить четвертый. Маленькая наклейка направлена вверх. Нужно сделать три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. видим, что первый слой собран. Все хорошо, красиво, по форме совпадает. Далее на кубике рубика нужно развернуть верхние углы желтой стороной вверх. Сейчас два уголка ориентированы правильно, а два нет. Независимо от того, сколько углов правильно развернуты, это может быть один угол, два угла, все углы, либо ни одного, мы делаем одно и то же. Перехватываем кубик желтой стороной влево, то есть первый слой, который мы собирали, должен быть справа. После чего смотрим вот на этот уголок, задний, левый, верхний. Если он повернут правильно, а желтый должен быть слева, то мы его пропускаем, подворачиваем следующий. Если нужный цвет направлен вверх, то мы делаем четыре пиф-пафа. первый пиф-паф, второй пиф-паф, третий пиф-паф, четвертый пиф-паф. Уголок развернулся как надо, не обращаем внимания, что здесь все перемешивается. Если будем делать правильно, то все восстановится. Далее важно, кубик не перехватываем, вот так вот делать нельзя, а просто поворачиваем левую грань на себя и смотрим на следующий уголок. Если он развернут не тем цветом, смотрим, куда направлен желтый. Если желтый направлен назад, делаем два пиф-пафа. Первый, второй. Так делаем до тех пор, пока все углы не развернутся. В нашем случае развернуть нам было два угла и тап завершен. На зеркальном кубике после сборки первого слоя также нужно развернуть верхние углы. Но здесь нет отдельного желтого цвета, но мы можем ориентироваться по форме. Вот у нас четыре угла и ни один из них не ориентирован правильно. Как я это понял, в собранном состоянии вот эти элементы должны лежать на головоломке, то верхний слой должен быть тонкий. Если посмотрим на любой элемент, самая длинная сторона, чуть поменьше, а вот здесь самая короткая. И чтобы уголок был ориентирован правильно, вот эта грань должна быть сверху. То есть он должен лежать вот на этой черной стороне. Видим здесь вот черное, оно должно лежать и примыкать к вот этим черным граням первых уголков. А значит нужно все уголки положить. Как это сделать? Также поворачиваем несобранную грань налево, собранную справа и смотрим на вот этот элемент. Если самая широкая грань смотрит наверх, делаем 4 пиф-пафа. Также можно определяться по черной. Вот черная снизу, значит нужная сверху. Если нужная грань смотрит вверх, то делаем 4. первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий четвертый. Здесь справа что-то перемешивается, но этого не пугаемся. Посмотрим, видим, что элемент лег. Он стал ниже всех, а значит ориентирован правильно. Подворачиваем на его место следующий неправильный. видим черную грань перед собой, а значит правильное сзади. Делаем два пиф-пафа. Если сзади, то два. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Смотрим. Тоже хорошо развернулся. Не перехватывая кубик, вращаем левую грань на себя. Смотрим. Опять плоская вот эта вот часть, самая широкая, направлена назад, ну а черная перед нами, значит нужная сзади. Делаем еще два пиф-пафа. Назад значит два. Первый. Второй. Проверяем. Все хорошо. Главное сейчас высота. Вот эта форма совпадать не обязана. Подворачиваем следующий и понимаем, что вот нужная грань сверху. Делаем еще четыре пиф-пафа. Если сверху, то четыре. Первый пиф-паф. Второй. Третий. Четвертый. Правая часть вернулась. Смотрим, что здесь и вот все углы правильно ориентированы. Остается их переставить, чтобы форма полностью собралась. Для перестановки уголков на классическом кубике 2х2 в методе для начинающих я рекомендовал алгоритм из кубика 3х3. Можно использовать разные, но просто этот уже изучен, поэтому его легко применять и для 2х2. Если вы не собирали кубик 3х3, то придется его выучить. Если собирали, то просто применить. Алгоритм меняет 2 задних уголка местами. Удобно найти 2 угла, которые стоят правильно друг относительно друга. Вот, эти 2 угла с зелеными сторонами совпадают. И можно их пододвинуть так, чтобы одна из граней собралась. Полностью зеленая грань, остальные пока не собраны, боковые. И вот эти 2 угла нужно поменять местами. располагаем их сзади, так, чтобы перед нами была собранная грань. И делаем следующие движения. Правая грань на себя, верхняя грань два раза, неважно в какую сторону. Правая грань от себя, верхняя грань два раза, опять неважно в какую сторону. Правая грань на себя, передняя грань по часовой стрелке, потом пиф-паф, который мы уже делали, правая грань на себя, передняя грань против часовой, правая грань дважды, неважно в какую сторону, и верхнюю грань доворачиваем против часовой стрелки. Кубик становится собран. Бывает такое, что на верхней грани нет уголков, которые совпадают цветами. Зеленый-синий, красный-оранжевый, синий-зеленый, оранжевый-красный. Тогда у нас не получится поставить правильные уголки перед собой и поменять только задний. Здесь можно использовать специальный алгоритм под названием копье, либо использовать предыдущий дважды. Берем кубик любой стороной, главное, чтобы первый слой был снизу. Делаем тот же самый алгоритм. Правая грань на себя, верхняя два раза, правая от себя, верхняя два раза, правая на себя, передняя по часовой, пиф-паф. Правая грань на себя, передняя против часовой, правая грань дважды и верхняя против часовой. Осматриваем, что получилось. Видим, два красных уголка стоят рядом. Можем их подвести к красной грани. И вот одна грань собрана, а два задних уголка нужно поменять местами. Просто из этого уже положения делаем алгоритм еще раз. На себя два раза, от себя два раза, на себя, переднее по часовой, пиф-паф, на себя, переднее против часовой, правое дважды, вверх, доворачиваем против часовой стрелки. И кубик собран. Вернемся к зеркальной версии. Видим, что здесь все углы друг с другом как-то не совпадают. А значит, у нас нет двух углов, которые стоят правильно друг относительно друга. А значит, как раз вторая ситуация. Берем первый слой вниз и делаем тот же самый алгоритм. Правая грань на себя, вверх два раза. Правая грань от себя, вверх два раза. Правая грань на себя, передняя по часовой, пиф-паф. Правая грань на себя, передняя против часовой, правая двойной оборот, и вверх против часовой. Смотрим, что получилось. Видим, что здесь два уголка по форме совпали. А это хорошо, появился правильный блок. Вращаем так, чтобы найти его место. Вот оно легко нашлось. Одна грань собрана. Обращаем ее к себе и повторяем алгоритм еще раз. Правая грань на себя, вверх два раза. Правая грань на себя, передняя по часовой, пиф-паф. Правая на себя, передняя против часовой, правая дважды, верхняя доворачиваем. И все. Зеркальный кубик два на два собран. Здесь можно использовать все продвинутые техники, алгоритмы OLL, PLL, метод Фридрих и Артега. Все это здесь работает. Я показал самые простые алгоритмы для тех, кто только знакомится с головоломками. Покажу еще пример сборки для закрепления. Находим самый большой элемент. Вот он. Рядом с ним попробуем поставить элемент чуть поменьше. Вот какой-то есть. Он стоит вертикально. Попробуем с дальнего угла его поставить рядом. Так. Проверяем. Повезло. Ну, такой бывает достаточно часто. Два есть. Ищем следующий. Вот какой-то высокий. Ставим. И он тоже сразу встал на место. Но мы уже научены опытом и проверяем, действительно ли он подходит. На ощупь видно, что здесь не совпадает форма. Его либо так, либо так выровнять. И тут выступает другой элемент. Значит, это не отсюда. А вот этот тогда длинный пойдет как раз на это место. Маленькой гранью он направлен в правую сторону. Поэтому делаем пив-паф. Проверяем. Все хорошо. Остается поставить вот этот уголок вот сюда. Можем, конечно, поставить вот так. Но тогда сломаем задний. Так не делаем. Вот этой маленькой стороной смотрит на нас. Нужно сделать либо пять обычных пив-пафов, либо один обратный. Я сделаю один обратный. Поворачиваю верхнюю грань. Поднимаю правую. Возвращаю верхнюю. Возвращаю правую. Первый слой собран. Проверяем. Все красиво. Вообще, можно запомнить, если мы начали с большого, второй должен быть чуть поменьше, а третий самый маленький из высоких. И тогда можно уже форму не путать. Смотрим на второй слой. Здесь сразу видим вот эти вот элементы. Этот и этот лежат. Значит, их разворачивать не надо. А вот эти два нужно развернуть. Напомню, что разворачивать можно два, три или четыре угла. Один, если требуется развернуть, значит головонка механически неисправна. Кто-то ее разбирал и собрал неправильно. В этом случае, нужно механически правильно собрать, потом перемешивать и после уже собирать, как положено. Поворачиваем несобранной гранью влево. Смотрим на вот этот верхний левый задний уголок. Этот ориентирован правильно, то есть лежит. Подворачиваем следующий. Но тут вот черная сторона на нас, значит, нужно сзади. Делаем два пиф-пафа. Первый. Второй. Смотрим, все хорошо. Следующий. Кубик не перехватываем. Этот хорошо развернут. Этот нет. Ну, понятно, что вот черная грань снизу, значит, нужная сверху. Делаем четыре пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Правая часть восстановилась. Смотрим здесь. Все элементы лежат, значит, хорошо. Хорошо. Сразу видны два угла, которые по форме совпали. Чаще всего именно так и бывает. Подведем их для красоты к своей грани, и вот одна грань собрана. Осталось вот эти два элемента местами поменять. Собранную грань держим перед собой и выполняем алгоритм. Алгоритм. Правая грань на себя, вверх два раза. Правая грань от себя, вверх два раза. Два раза, неважно в какую сторону. Правая грань на себя, перед по часовой, пиф-паф. Правая грань на себя, перед против часовой. Правая грань дважды, верхняя против часовой. И зеркальный кубик 2х2 снова собран Голока несложная, но собирается красиво Изменения формы делают ее привлекательной Так же как и блестящие цвета Это самый простой шипмот кубика 2х2 из возможных Тренируйтесь и все у вас получится А на этом все Всем спасибо Всем пока